Их рост почти 2 метра, а возраст от 6 до 8 лет. Это период молодости с осен. Деревья первой величины в 10-м микрорайоне высаживают уже второй день. Ось мы выверили и по оси выставляем по отметке эту сосну. Сосны обыкновенные приехали в Реотов из подмосковного питомника. Там их специально выращивали, поливали, подкармливали и ждали холодов. Это время, когда растения, как и животные, впадают в спячку. Позднюю осень или начало зимы не повод переживать, приживутся сосны или нет. Слова песни про маленькую елочку, которой холодно зимой не соответствует действительности, утверждают дендрологи. Деревья к таким нагрузкам готовы. Выживаемость очень хорошая при таком виде посадки. В связи с тем, что специально подготовленные саженцы в питомниках, то есть корневая система специальным образом подготовлена именно для зимней посадки. То есть это минимальный стресс для растения. И такой посадке подвергают в основном крупномеры. То есть деревья, которые выше 4-5 метров. Технологию посадки сосен строго соблюдают. Ямки приготовили заранее, подсыпают специальный грунт для хвойных деревьев. Весной такие зимние работы дадут свои плоды. Сосны сразу пойдут в рост. Вырастет они до 10-12 метров. Хорошо можно подстрижать, подвигается стрижка, поэтому я думаю, что ничего снять здесь не будет. Будет хороший зеленый массив. Ухаживать за деревьями будут тщательно. Весной подкормка и поливка. Дальше специальная обработка кроны, чтобы сосны выглядели аккуратными и были красиво подстрижены. Проследят и за здоровьем растений. Дендрологи будут постоянно обследовать их, чтобы не завелись вредители. По проекту дендрологии планируется засадить порядка 300 сосен. На данный момент посажено более 100. Через полгода в 10-м А микрорайоне высадят еще 100 сосен. А после завершения строительства новых домов, школы и поликлиники еще столько же. По проекту в городе должен появиться настоящий сосновый бор. Госжилинспекция Московской области обязала управляющую компанию ЦС-сервис пересчитать тариф за услуги ЖКХ для жителей Нового 18. Сейчас он начисляется по самой высокой ставке, как для дома с тремя лифтами и мусоропроводом. Однако мусоропровод заварен и по факту жители выкидывают мусор в специальные контейнеры. И эту услугу они также оплачивают проверку. Ведомство проводило с октября 2016 года. По результатам проверки составлено к проверке и выдано предписание. Всем собственникам нанимателям квартирного дома номер 18 по улице Новый произвести пересчет размера платы по статье содержания ремонта жилого помещения в связи с заправленным мусоропроводом. С момента выставления первого платежного документа по настоящее время. И в дальнейшем применять тариф по данной статье как дом без мусоропровода. Добавлю, что случай этот не единственный. В госинспекции отметили предписание о подобных нарушениях, выданное почти всем управляющим компаниям Реутова. К Новому году Реутов заиграет новыми красками. На этот раз оранжево-голубыми. Главная концепция зимнего сезона 2016-2017 – единый стиль. Фонарики и гирлянды вдоль улиц города, а также украшенные фасады зданий, предприятия, магазинов будут смотреться ярко и красиво. Все открытки оформлены в единых тонах. Этими же цветами засверкает и уличная подсветка. Причем гораздо ярче, чем в прошлом году. Протяженность гирлянд увеличилась на 6 километров. У нас будет 5 основных таких зон украшения. Наиболее сконцентрированных – это въездная наша улица Победы. То есть вдоль всей улицы Победы будут и гирлянды, и вдоль, и поперек. Улица Ленина – это администрация и площадь перед администрацией. Там по традиции будет установлена главная новогодняя ель. Установка ели на площади перед администрацией уже началась. Но особое внимание по украшению в этом году уделяется паркам города. В Центральном, на южной стороне, гостей встретят сани с оленями, нарядные елки и светящийся фонтан. Уже сейчас все металлические фигуры обретают праздничный вид. Центральное наше украшение будет – это наша новая сцена, трибуны, вход в парк со стороны храма. Это где новая стела, ареутов. И со стороны 9-го микрорайона. Все, что было в прошлом году, тоже будет все восстановлено и добавлено новой элиминацией. Впервые принарядится к празднику и фабричный пруд. Для его украшения закуплено 3 километра гирлянд. На одной из самых больших деревьев парка планируется развесить 50 шаров диаметром 30 сантиметров каждый. А попав в новогодние праздники на Березовую аллею, можно ощутить себя по-настоящему в сказке. Здесь организуют световой коридор из тысячи лампочек. Возле стелы пруд будет стоять красивая елка большая, будут стоять фигуры светящиеся, это олени новогодние темы, это будут тройки лошадины. И также на деревьях, на центральной площади, будут развешаны примерно такие шары новогодние, они будут разных цветов, будут еще большим диаметром. Праздничный риотов засверкает всеми огнями 1 декабря ровно в 6 часов вечера. Это официальный старт для всего Подмосковья. Скоро Новый год. С утра в четверг ясно и минус 6. Днем температура начнет подниматься. Так после полудня показатели достигнут трех мороза, обстанет пасмурно, а к вечеру вообще на термометрах будут плюсовые значения. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Это данные сайта Гесметио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова